Сейчас активно обсуждается тема о том, будет ли всеобщая мобилизация в России или не будет. Ну, сторонников и противников этого явления очень много. Например, насчет мобилизации очень активно агитирует проведение ее Гиркин, стрелков небезызвестных. Он, естественно, мотивирует и вполне достаточно резонные мотивы он предлагает, почему должна эта мобилизация происходить. Ну, во-первых, давайте определимся все-таки сперва, что такое мобилизация. Мобилизация дословно переводится как приведение в движение. Отсюда и автомобиль. Мобилизация автомобиля – это слова однокоренные. Если страна готовится к войне или же уже участвует в войне, естественно, сил и средств кадровой армии, допустим, может не хватать. Ну, давайте исходим из того, как вообще формируется армия. То есть, на всем протяжении истории человечества армия формировалась разными способами. И чаще всего общей боинской обязанности не было, не существовало. То есть, армия формировалась в основном чаще всего профессионально, наемная армия была. А когда появилась массовая армия, то есть, возникла необходимость в пушечном мясе, чтобы вы понимали. Почему? Потому что появился, как бы, изобретен был порох, появились там пушки, там, ну, и дальше артиллерия стала там развиваться. Гаубицы, мортиры, там, и так далее. Вот. Это стало наносить очень большой урон. То есть, рыцарская конница, она, повторяю, на обучение рыцаря уходило достаточно большое количество сил и средств. Она стала таять просто под ударами орудий. Поэтому важной целью было, собственно говоря, захватить эти пушки. А для этого надо было использовать более дешевых людей. Стали набирать рекрутов тогда, вот, из крестьян плохо обученных. Их главная, основная цель была, вот, собственно говоря, захватить эти орудия. То есть, как бы, чтобы рыцарская конница не подвергалась уничтожению. Все, они с этой целью справлялись. Ну, по сути дела, погибая в массовом количестве. Вот. Ну, они, поскольку были дешевые, обходились, вот, их и прозвали кушать на мясо. Вели всеобщую воинскую обязанность. Человек до 18 лет вообще даже не мыслил о том, что он там будет военным, что он там что-то куда-то готовится. То есть, это в отличие, скажем, от того же, там, профессионального кадрового военного, да, который с детских лет, вот, рыцарь готовили как. Он уже, там, его в три года уже на коня сажали, уже там, он и пиками, и мечами там орудовал и так далее. То есть, он уже, как бы, учился это с детских лет. И эти люди, там, всеобщую воинскую обязанность, они не стремятся быть военными. То есть, они стремятся к гражданским каким-то специальностям получать и так далее. Вот, они не помышляют о какой-то военной карьере. Ну, вот, достигают 18 лет. И тут государство решает за них, что, в принципе, они уже готовы быть профессиональными убийцами. То есть, понимаете, убийцей профессиональным нельзя стать. Им надо родиться. А чаще всего, просто большая часть людей, которые попадают на войну, просто вот и становятся тем же самым пушечным мясом. Просто на них приходятся те пули и снаряды, которые должны приходиться в профессионалов. По сути дела, принимают удар на себя. Это операция прикрытия. Ну, операция прикрытия в Российской Федерации сейчас происходит постоянно. Вот, вы думаете, опять же, вот, допустим, Путин ударил растопыренными, Петернёй, говорит, наступает. Да, сразу там и на Киев, и на Харьков, и на Херсон с Николаевым пошёл, и на Мариуполь. Там, в разных местах, то есть, как бы, наступает. И это некоторые считают, что это вот фигня, на самом деле. Ну, во-первых, я вам скажу, что это далеко не фигня. И способы наступления Петернёй известны в истории, причём успешны весьма. Достаточно вам напомнить Брусиловский прорыв, который осуществлялся сразу по нескольким направлениям. Победа, победа, 1916 год, пожалуйста. Дальше, операция Багратион. Ну, там, конечно, меньше направлений было ударов, но всё равно не одно. И, тем не менее, удачно, удачно. То есть, это 1944 год. Так что, сами понимаете, ударять можно и пальцами, а не обязательно кулаком. Это вам любой заслуженный мастер кунг-фу может рассказать, что палец, в принципе, может быть гораздо опаснее кулака. Тем более, не забывайте, что, опять же, Путин – это кадровый спецслужбист. И то, что там были введены войска под Киев, а потом были отведены, вплоть до границы Российской Федерации. Вот, это тоже не просто так. Это был отвлекающий маневр. Самое главное было удержать группировку под Киевом, чтобы они не могли противодействовать наступлению со стороны Крыма. Удачное наступление, удачное. То есть, удалось закрепиться в Таврии, Херсонская, Запорожская область. И фактически окружить и уничтожить, по сути дела, мариупольскую группировку достаточно многотысячную. То есть, главная цель войны – это уничтожение армии противника. В принципе, Российская армия этим прекрасно сейчас вполне достигает этих целей. Некоторые блогеры, в числе, так сказать, иностранных, украинских, или даже бывших российских, которые приехали жить, так скажем, на ПМЖ за рубеж, почему-то употребляют такое выражение, что Российская армия перестала быть Второй армией в мире. На самом деле, Российская армия никогда и не была Второй армией в мире. Насколько я себе могу это представить, она всегда была Первой армией в мире. Потому что, ну, представьте себе, разве можно иметь самую крупную территорию в мире, и при этом иметь армию не Первую в мире? Россия создавалась территорией Российской империи, потом там СССР, та же самая и так далее. И современная та же Российская федерация продолжает создаваться все теми же самыми методами. Поэтому самая крупная по территории страна в мире имеет и всегда имела самую лучшую армию в мире. Продолжает именно таковой оставаться. И вопрос мобилизации, он стоит в каком плане? Он может стоять в том, что эта мобилизация будет достигать целей войны или не будет. Во-первых, цели, оговорка по Фрейду, военной спецоперации неизвестны. Потому что объявленная заранее, там, деноцификация и демилитаризация Украины, ну, сами понимаете, это цели какие-то призрачные. Ну, что такое демилитаризация? Ну, вот, пришли и разоружили Украину. И сразу, что, российские войска уйдут, что ли? Что такое деноцификация? Ну, допустим, поймают, там, Корчинского, там, Яроша, там, еще каких-то, грубо говоря, деятелей, того же Белецкого, там, все, и повесят их, допустим, к примеру. Вот, полностью деноцифицировали. Вот, что, на этом, опять же, вывоз российских войск осуществится с Украиной. Пожалуйста, мы пришли, то есть, разоружили, вот, там, кого надо, деноцифицировали. Вот, и все, и на этом спецоперация заканчивается. Пока российская армия не достигнет западного БУГа, вряд ли на этом спецоперация закончится. Поэтому цель войны, вот, мой взгляд на этот, реальный цель войны, это полное прекращение проекта Украина. Должна пройти не деноцификация, а деукраинизация полная. Мобилизация – это вещь такая, достаточно серьезная в плане идеологической. Потому что проводить мобилизацию без какой-то идеологии, в принципе-то, можно. Потому что, ну, какая идеология там была, там, допустим, какие-то средние века, да? Ну, тогда и мобилизации, как таковых, не было. Но, опять же, ради каких целей? Если цель будет поменять на Украине руководство, скажем, Зеленского на Красновского или какого-то Синявского, то это одно дело. То есть, вряд ли кто-то подпишется под такую идею. Потому что, скажем, у украинцев, там, у них какая-никакая идеология имеется. То есть, она ущербная в какой-то степени. То есть, они озабочены проблемой создания новой нации искусственной, по сути дела. Вот они, вот, прям, этой идеей загорелись. И очень сильно хотят, вот, из части русского этноса создать некое новое государство этническое образование. Понятное дело, что какую-то часть населения, это такая вещь вдохновляет. Типа, что мы там чуть ли не крутые, мы там Черное море вырыли, там, у нас там древние укоры, которые там жили совершенно в других местах, да, условно говоря, которые не имеют к территории Украины вообще никакого отношения. Ну и так далее, там, вплоть до трипольской культуры, там и так далее. Полный бред, который не соответствует. Но, тем не менее, несмотря на всю бредовость, эта идея доходит своих адептов, сторонников и желание с нее воевать. Желание воевать за то, чтобы на Украине просто поменялся хозяин какой-то, стал более лояльным к Киргеновскому режиму. Но мобилизовываться под эту идею вряд ли кто будет. То есть, пока в России нет серьезной национальной идеи, к этой какой-то масштабной мобилизации не приходится. Вопрос, хватит ли тех имеющих сил, которые сейчас уже на Театре военных действий задействованы Россией, включая народную милицию ДНР, ЛНР, там, музыкантов, ну, вы понимаете, о ком я, и так далее. Там, кадыровцев. Я думаю, для решения вот той маг-цели, в принципе, этих сил и средств пока недостаточно. Конечно, дело в том, что российские войска, как вот, я не знаю, Невзоров ляпнул, Александр Невзоров, если вы там понимаете, ляпнул очередную глупость, что Россия там большими силами ударила, там, туда-сюда. Но, если так разобраться, Россия, даже включая вот всех вот вышеперечисленных, на Театре военных действий, который там ведется, есть Театр военных действий, но нет войны, есть спецоперация, сражается меньшинством, и причем меньшинством она наступает. Ну, есть, конечно, там, где-то отходы там тактические, там, где-то дает возможность контратаковать, вот как сейчас под Харьковом, потому что это пытается отвлечь силы с изюмского направления, по сути дела, который для России является стратегически важным, но он не решает абсолютно ничего. То есть, в принципе, это, да, это попытка, по сути дела, отвлечь внимание, но оно не решит стратегически эту цель. По сути дела, российская армия, даже имея двух, а то и трехкратную меньшую численность личного состава задействованных в Театре военных действий, идет в наступление. Хотя, вот классические параметры для наступления должны быть двух, а то и трехкратное превышение. А на участках прорыва требуется вообще, как минимум, пятикратное превышение. Чего мы не наблюдаем. Но, тем не менее, российская армия, вопреки даже вот этим, так сказать, параметрам, она наступает. То есть, парадокс кажется. Ну, на самом деле, парадокса никакого нет, потому что Россия имеет абсолютное преимущество в воздухе и абсолютное преимущество в крылатых и баллистических ракетах. Поэтому у Украины шансов нет никаких. Поэтому есть, конечно, разные сценарии дальнейшего проведения, но в любом случае победы Украины не может. Потому что даже если вы представите самый фантастический сценарий, что вдруг Украине удалось как-то собрать там всю тероборону, вооружить ее новейшим натовским вооружением и погнать вперед, и разгромить российскую армию, и войти на территорию Курской, Белгородской, Брянской, Ростовских областей, там Краснодарский край и так далее, Крым, ну, тот же самый. Представьте, что такая ситуация фантастическая вдруг произошла, чего я, в принципе, как бы не допускаю, потому что нет у Украины реальных сил и средств для этого, даже если ее очень хорошо вооружить. Во-первых, никто хорошо вооружать не будет, потому что если эти силы и средства будут задействованы и передадут их натовские войска самой современной оборудоватой, то они, по сути дела, сами обнажат себя, то есть сами саморазоружатся. Вот, поэтому будет сбывать в основном всякую дрянь, и тем более она вряд ли будет доходить до фронта, в конечном счете, почему? Потому что частью это просто будут коррупционные обывки, то есть на бумаге будет передаваться что-то, а на деле это, собственно, будет оседать в карманах Зеленского и Сотоварища, это раз. Во-вторых, часть будет, естественно, ликвидирована, потому что в России же, я говорю, абсолютное превосходство как в ракетах, так и в авиации. Поэтому о чем тут может идти речь? Поэтому, соответственно, оно просто даже не доползет, потому что, в-третьих, надо, опять же, научить людей этим пользоваться. Ну, как вы представляете, если человек учился управлять танком Т-72, его сейчас, допустим, на Леопард или на Абрамс посадить, он что, быстро на нем научится ездить, что ли? То есть этого механика-водителя, ну, как минимум, надо надрачивать по меньшей мере три месяца, чтобы он привык к новой технике, потому что, тем более, там написано все и не по-русски, и не по-украински. Естественно, я сомневаюсь, что в армии ВСУ очень большое количество полиглотов, которые в совершенстве владеют, скажем, немецким или английским языком. Поэтому, сами понимаете, это требует времени. И это требует времени, и, во-вторых, надо еще и место, потому что любое место, где будут проводиться подобные учения, это потенциальная мишень, сами понимаете. Поэтому обучить такое количество персонала, обучать, даже если эта техника валом вдруг повалит на Украину, это очень сомнительно. Но даже если такой фантастический сценарий произойдет, и армия ВСУ вдруг неожиданно в такое резкое контрнаступление, которое там Арестович обещает, там и другие там деятели все говорят, вот все там разгромят. Даже если такое произойдет вдруг в каком-то таком фантастическом сне. Не забывайте, что Россия – это ядерная держава, и это, можно сказать, единственная ядерная держава, у которой Арсенал практически в полной боевой готовности находится ядерный. Потому что ядерное вооружение, чтобы вы понимали, это не просто какой-то там, поставили эти ракеты, и она стоит там 30-40-50 лет, ждет своего часа. Нет, его надо постоянно обновлять, пополнять. Там уже происходят и утечки, так сказать, абсолютно. То есть там радиация портится, выходит из строя оборудования. Поэтому оно должно периодически обновляться. Единственная страна, которая постоянно следит за обновлением ядерного арсенала – это Россия. У Соединенных Штатов фактически такого как бы нет. Естественно, все понимают, что вот почему Байден в активное противостояние с Россией не вступает. Потому что понимает, потому что если случись какой-то шухер там, даже с тех же ядер, с этих атомных подводных лодках, то есть будет Америка атаку, он и в очень короткий срок превратится в абсолютно пыль, так сказать, ядерную, радиоактивную. Поэтому понимаете, что это нафиг никому не нужно, такое противостояние. Поэтому будет, естественно, ну, конечно, России надо ослабить пытаться. Поэтому вот для этого, так сказать, Украину и накачивают всем этим средствами, чтобы как бы косвенно чужими руками, по сути дела, как бы делать пакости мелкие. Но опять же, вот для чего требуется мобилизация? Россия, в принципе, вот для радикальных изменений в ходе этих спецопераций, я, как уже сказал, сил, в принципе, пока недостаточно. Но это не значит, что резервы не будут подведены и задействованы, по сути дела. И что их якобы нету на сегодняшний момент. Они есть, их можно снять там с каких-то косвенных направлений и так далее. Хотя вот они пытаются сейчас отвлечь всячески разными созданиями как бы новых очагов напряженности. То там Финляндия со Швецией в НАТО вступают якобы учения, там финны проводят. Ну, это тоже, чтобы удержать какие-то средства задействованные. Это все, там, японцы там начинают говорить о том, что Южные Курилы там все уже там, это незаконно оккупированная территория и так далее. Но это все, на самом деле, это такие поползновения, которые не приведут к никакому результату. На самом деле резервов в России много. И, в принципе, без той же мобилизации, без всеобщей мобилизации, подчеркиваю, этих средств и сил вполне достаточно. Вопрос стоит в том, фактор времени играет на что? На Россию или на Украину? Ну, вот Стрелков говорит, что он играет вроде как против интересов России. В принципе, резон он приводит довольно-таки достаточно серьезные. Но, на самом деле, все-таки не забывайте, что Стрелков это не кадровый военный. Он очень слабо разбирается в стратегии. То есть, он, конечно, парень молодец. Но стратегического мышления у него отсутствует. Впрочем, как и у Путина, например, стратегическое. У Путина его мышление оперативное. Но оно выше тактическое, но на стратегический уровень он не тянет, на самом деле. Поэтому, в принципе, естественно, что у Шойга нет никакого стратегического мышления. Шойг, он такой пиарщик, на самом деле. И министр обороны, по сути дела, он такой, фигура номинальная. На самом деле, все планирования, осуществления действий и координации этих действий осуществляется отнюдь не Шойгу. Шойга это чисто декоративная фигура, так же, как Сердюков был раньше. Но, тем не менее, даже под руководством этого Сердюкова, Табуреткина, при номинальном руководстве, операция в Южной Осетии, как вы понимаете, помните, в 2008 году прошла вполне успешно для Российской Федерации. Поэтому, говорить о том, что там Шойгу какой-то там, это тема отдельного разговора. Но это, в принципе, это операция, я же говорю, Путин это оперативный уровень. Все назначаемые фигуры, это для отвлечения внимания. То есть, отвлечение внимания для КГБшников, как вы понимаете, это вполне обычное явление. То есть, они никогда не выставляют все козыри на показ, держат, так сказать, ряд козырей в рукаве. Все зависит от того, выгодно ли затягивание этого конфликта России, или же невыгодно это затягивание. Ну, давайте сопоставим плюсы и минусы. Минус, конечно, то, что чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше помощи предоставят члены НАТО и другие предупрежденные государства режиму Зеленского. Момент номер два. Соответственно, чем дольше затягивается конфликт, тем больше России понесет потерь, прежде всего, из живой силы и в технике. Это два. Это два отрицательных фактора. Теперь перейдем к положительным факторам. Чем больше затягивается конфликт, тем больше усугубляется экономический, политический и ряд других проблем в странах, тех же НАТО и же привыкнувшем к ним. Потому что, сами понимаете, тут голод не тетка, третий всадник апокалипсиса приблизился нежданчиком. Поэтому, чем дольше будет затягиваться этот конфликт, тем, соответственно, хуже будет и разрушительные последствия, прежде всего, для Европы. Мобилизация ее проведения зависит, конечно, от того, насколько это выгодно. Чем больше затягивается конфликт, тем больше, очевидно, проблем возникает у тех, кто поддерживает этот конфликт с той стороны. Но в России проблем больше уже не возникнет, потому что всевозможные санкции, какие могли применить, которые действительно могли что-то на суть повлиять, они были объявлены фактически с самого начала. То есть, сразу с козырей зашли. Ну, сами понимаете, если вы в карточной игре хоть что-то соображаете, козырять на начальном этапе игры чаще всего неверная стратегия. И это приводит в конечном счете к поражению. А часто, обязательно, даже не то, что часто, обязательно проводятся отвлекающие операции, вот как вот, например, под Киевом вот эти средства были задействованы. Для чего? Просто тупо, чтобы киевская группировка не могла препятствовать проведению успешных наступательных операций России в других местах. Потом они были отведены, вполне нормальная операция отступления, никаких потерь особых российской армии не понесла при выводе из Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областей. Все было отведено, тем более, что там лесистая местность и там тяжелая бронетехника представляет из себя хорошую мишень в весенний-летний период. Поэтому совершенно она там не нужна. Просто главный был фактор напугать, сделать серьезность, что там Киеву что-то угрожает, удержать там средства и все, тем самым провести успешные операции в других местах. Это с этим блестяще справились. Поэтому, в принципе, и сейчас проводится отвлекающая операция. Сейчас, тем более, никакая еще вторая фаза войны как бы и не наступила. Но хотя ее можно и второй назвать. Сейчас, по сути дела, операция, спецоперация, перешла в позиционную фазу. То есть она напоминает даже не вторую мировую, а первую мировую войну, когда на Западном фронте без перемен. Когда у нас одни и те же населенные пункты, там Авдеевка, Попасная и так далее, там Север Донецк, Лисичанск, фигурируют в сводках каждый день на протяжении уже почти полутора месяца. Но это позиционная фаза. Там где-то что-то захватили, где-то что-то отошли. Тем не менее, все равно по итогам этих операций украинские силы ВСУ и примыкающие к ним нацбаты и тероборонцы фактически хорошенько уничтожаются. То есть несут очень серьезные потери. И теряют очень важные ключевые пункты, которые будут использоваться на следующей фазе, безусловно. Поэтому говорить о том, что сил и средств Российской Федерации недостаточно, ну как бы преждевременно. То есть для данной фазы их вполне там достаточно. И я не думаю, что сейчас вот мобилизации произойдет. Опять же, что такое мобилизация? Мобилизация, как я уже говорил, бывает всеобщая мобилизация. Это когда призывают там всех мужчин. Ну вот тот же Зеленский начинает вот сейчас, по сути дела, захватил на Украине все мужское население в заложники. То есть запретил он покидать страну. Хотя кое-кто почему-то покидает. Ну вот опять же уровень коррумпированности. То есть кто-то там вот ездит там с намалеванными красными задницами на белых трусиках. Исполняет там вот какие-то гей-акции какие-то проводит по всей Европе и Северной Америке. Ну не знаю, что это хотят вызвать. Мне кажется, у европейцев, по-моему, вот это вот менструальные мальчики-девочки что-то больше раздражение вызывает. То есть вот эта пиар-акция, по-моему, играет в обратную сторону. А остальную часть населения, да, действительно взяли в заложники. Сейчас вот некоторые в терроборону записались, думают, что их там не погонят на фронт. Что они будут отсидеться спокойно на своих местах. Но тем не менее, вот как сейчас уже терроборонцев западной Украины гонят на восток. Ну там возмущение проходит и так далее. Но это терроборонцы, ну что такое, что это за терробороны? Это низкий вообще боевой дух и низкий уровень подготовки. Поэтому сейчас вот, допустим, в России пополнить вновь отмобилизованных людьми, которые по несколько лет автомата, Калашникова, допустим, в руках не держали. Естественно, не знают, как переключать, допустим, с предохранителя на короткую очередь или на длинную очередь. Понятия не имеют. Вот. И представьте себе, а нафиг это нужно? Во-первых, мобилизация не может пройти так быстро. То есть надо людей подготовить хотя бы какие-то краткие курсы. Ну вот, должны быть в любом случае. Люди должны вспомнить, тем более, если он там служил, к примеру, какие-то там 70-е или там 80-е годы, к примеру, условно говоря. То есть с тех времен это очень многое изменилось. Новая совершенно форма ведения войны, новая техника присутствует. Поэтому, по большому счету, это надо при подготовке подходить достаточно основательно. Я говорю, как минимум, те же три месяца, два-три месяца надо на эту при подготовке. Поэтому мобилизация в принципе невозможна. Тем более, опять же, не забывайте, что Россия находится в условиях санкций. И, естественно, сейчас экономику надо поддерживать на местном уровне. Поэтому отвлекать очень большое количество именно работающего населения, которое действительно реально что-то производит, какие-то материальные блага, это является решением совершенно неверным. Поэтому, если ей будет проводиться какая-то мобилизация, то она будет частичная, безусловно. Будут привлекаться те силы, которые не задействованы в производстве определенных материальных благ. Ну и, скорее всего, мобилизация будет носить скрытый характер. То есть нигде она официально объявляться не будет, а будет проходить вполне так локально на местных уровнях. То есть человека якобы куда-то в командировку увозят. Скорее всего, я думаю, куда-нибудь в Чечню. Там прекрасные базы для подготовки. И будут под видом Ахмадсила, будут вполне ребята, к примеру, откуда-то там, я не знаю, из Вологодщины, к примеру, условно, или там из Красноярска. Будут под видом Ахмадсила воевать. Вполне, вполне, вполне это будет, вероятно, такой сценарий. Я уверен, что уже подобные явления уже происходят. Так что в какой-то особой дополнительной мобилизации, я так полагаю, вооруженные силы Российской Федерации не особо-то нуждаются. Сами понимаете, мобилизация – это такой достаточно серьезный фактор, а палка о двух концах, потому что подставка под ружье большое количество людей, в том числе и не совсем лояльных к современному кремлевскому режиму, может быть, выйти, так сказать, боком, чтобы этого не произошло. Соответственно, мобилизация либо вообще как бы не нужна, либо она должна носить в любом случае ограниченный характер. То есть, общая мобилизация со всех точек зрения, со стратегической и с точки зрения потенциальных опасностей и рисков, она, во всяком случае, на данном этапе не совсем нужна. Да, силы ресурсов сегодняшней группировки российских войск и союзных сил не совсем достаточно для того, чтобы проводить крупномасштабные наступательные операции. Но для того, чтобы потихоньку перемалывать живую силу ВСУ и нацбатов, терраборонцев, вполне этого достаточно. Значит, если произойдет так, как в 17-м году, а именно, не забывайте, что это вот набранные, потому что те кадровые военные практически были выбиты во время войны, долго и кровопролитно, в 14-м, в 15-м, в 16-м годах. Очень много потеряли, как бы понесли большие потери. И уже к 17-му году, по сути дела, уже деморализованные, деклассированные, призванные мобилизованные части, которые находились в тогдашней столице Санкт-Петербурге, вот они, в принципе, и учинили то, что учинили. И Россия фактически сошла с того курса, по которому она шла, и произошли очень большие преобразования. Ну, так вот получилось, что большевики, которые, по сути дела, должны были стать в какой-то степени могильщиками, они, по сути дела, путем многочисленных перерождений, и, по сути дела, ревизионизма тех марксистских, ленинских идей, в конечном счете, породили другую проблему, создали СССР как сверхгосударство того времени, сверхдержава, одно из, хотя, конечно, те проблемы, которые создали СССР, в конечном счете, ее и погубили. Поэтому сейчас некоторые, кто ратуют за СССР 2.0, можете посмотреть мое видео, внимательно изучить, почему СССР 2.0, в принципе, мало того, что он невозможен, невозможен, в принципе, но даже если фантастический сценарий СССР 2.0 попытается возродить, к чему это приведет, в конечном счете? Вы должны это понимать. Поэтому, вот, опять же, вот даже сейчас, вот, советский пафос с той же бабушкой, да, вот, которая там с красного флага вышла, это очень сильно воодушевило, ну, и, по сути дела, люди не задумались даже, очень сильно все поддались, начали памятники этой бабушке там устанавливать и так далее. А потом вот бабушку обработали СБУ, бабушка начала говорить совершенно не те вещи, которые от нее ожидалось. По сути дела, ее дух моральный, совковый, сломили. Поэтому, вот, ребята, которые ратуют за Советский Союз, за его какое-то возрождение, они, по сути дела, обосрались и сели в лужу. Поэтому, давайте не будем забегать вперед. Возрождение какого-то Советского Союза невозможно, да оно и не нужно. Нам нужна Великая Россия, а не какой-то Советский Союз, непонятно кого и чего, из бывших кусков той же самой России, точнее, Российской империи, сотканной. Зачем ломать сперва на какие-то части, чтобы потом создавать некое подобие единого целого, когда можно сразу делать единый, унитарный кусок неделимых. Поэтому Российская Федерация, на мой взгляд, у нее единственный вариант, фактически единственный, правильный, верный путь, это создание унитарного государства. Во-первых. А во-вторых, я, опять же, я всегда настаиваю на той идее, что Российской Федерации, даже России, должно быть переименовано обязательно. Потому что надо возродить то правильное историческое наименование, которое изначально и имело наше государство и наш народ. Название Русь. А Россия – это не русское название, я всегда подчеркиваю это. Это слово греческое. То есть, поскольку в греческом языке, во всяком случае в современном греческом языке, и в средневековом тоже, не было просто-напросто буквы У. Поэтому они У заменили на Омега. И поэтому название стали произносить Россия. Зачем мы должны повторять те названия, которые нам неприемлемы? Я, опять же, всегда привожу в пример Германию. Германию, которую демилитаризировали и деноцифицировали дважды. И в Первую, Вторую мировую войну. Давайте с этого исходить. Тем не менее, они себя никогда не называют немцами. И никогда не называют Германию. Зовут они себя Deutsch, а свою страну Deutschland. А почему же мы должны давать себе названия, которые нам дали совершенно другие этносы и совсем другие государства? Ну, давайте еще вообще москалями будем называться. И москаляндию страной обзовем. Ну, зачем же так это делать? Россия и россияне – это не наши слова, это не наши термины. Переименование, возвращение к истокам России – это является важной и главной целью. На этом я решил с вами попрощаться. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Всего доброго, до новых встреч!